Я помню, в день рождения Ксении Анатольевны, она однажды пригласила вас в эфир, у вас был диалог с гостем программы, с журналистом. Не помню, но наверное. У Собчак живем, был такой выпуск. Скажите, а вам приходилось сталкиваться с журналистами, которые работают в той же стилистике, что и ваша дочь? То есть достаточно напористо, агрессивно? Конечно, я очень люблю многих журналистов, к которым вся вышесказанная сентенция совсем не относится. Настоящие журналисты. Глубоко уважаю их и повторяю, жаль, что все они не на федеральных каналах. Иначе состояние умов нашего населения было бы другое. То есть вы считаете, что журналисты могут влиять на... Я в этом убеждена, но просто не тех допускаю. Вы одобрили выбор профессии своей дочери, и она не спрашивала? Она не спрашивала. Она, надо сказать, что муж, конечно, очень хотел, чтобы она стала юристом, но она со свойственной ей категоричностью, заканчивая 10 класс, сказала, Таким юристом, как ты, я не буду, а хуже я быть не хочу. Поступила на международные отношения, потому что у нее хорошо были языки иностранные. Потом она занималась конфликтологией, международной журналистикой, поэтому к моменту окончания МГИМО, престижнейшего вуза, она тогда была аполитичным ребенком, ну, уже не ребенком, но барышней. И, как вы понимаете, у нее было много возможностей устроить свою карьеру с дипломом, с красным дипломом, с отличием МГИМО. Она выбрала сначала телевизионную, которая мне не нравилась. Дом-2. Вы помните, да, блондинка в шоколаде, потому что продюсеры эксплуатировали ее образ вот такой. Я как-то и сказала, что если бы ты в начале своей телевизионной карьеры сыграла бы роль, я не знаю, Надежды Константиновны Крупской, которая поехала в село Шушенское за Лениным, она сложилась бы иначе, образ был бы другой. А так как у тебя сначала был образ этой блондинки в шоколаде, стали ее тиражировать и эксплуатировать. А Дом-2, вы помните, сколько было заявлений депутатов Государственной Думы, Московской Думы о том, что это развращает молодежь, что это так все плохо. Ксения уже много лет там не работает, а программа идет, и, значит, дальше можно ее развращать в той же стилистике. Значит, все это было направлено именно лично на нее, а не на саму программу, которая, кстати сказать, идет до сих пор в той же программе, в том же ключе и в том же случении и сватовстве. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что надо искать? Это надо искать в детстве Вот именно в этом подростковом периоде У меня такое странное ощущение Что у тебя был какой-то облом Жуткий облом С мужчиной? Да Ну по молодости, по юности Этот облом в тебе сидит И мешает тебе жить Понимаешь? Со страшной... Причем я прямо вижу Как ты виду не подаешь Делаешь вид, что тебе Типа ну и ладно Подумаешь Не очень ты хотелось А вы так не делаете никогда? Я нет И после этого Как бы даже начинаешь дружить С этим человеком И вот отсюда у тебя и идет Вот это вот На я все равно Я тут буду И я Такой Стервозенка такая И тем самым Ты стала прикрывать свою боль Ну уже в 30 лет можно И по-другому А у вас такого облома не было в жизни? У меня была их куча Таких обломов Ну как вы с этим боролись? Куча Это три раза Иногда бывает одного облома Это с мужьями или с какими-то другими? Нет, ну не с мужьями Бывает в жизни Женщины один раз облом Который мешает ей всю жизнь Скажите, был мужчина Который вас отверг Это вам предмет Нет Не то, что отверг Это было лет в 38 Вот так вот где-то Последний раз Слава богу Я сделала вывод уже Я поняла, что я Не такая уж крутая И не такая уж я сильная И не такая уж я Прямо во мне необходимость есть А вот где-то до этого возраста Я думал, что я Кручь меня не Я думаю, что я не знаю Продолжение следует...